Павел Кочерёшкин Лежать из автобуса приходится всегда. Сегодня в этом ему помог сам водитель общественного транспорта. Но зачастую помогать людям с ограниченными возможностями некому. Преодолевать пандусы приходится самим. К тому же автобусов, оборудованных специальными устройствами для инвалидов, не так много. Всего лишь 30. Можно сделать социальные маршруты. Такие маршруты, где проживает много инвалидов. Например, даже мы просили много раз в дом инвалидов, чтобы пустили маршрут. Это маленькая проходимость. Можно пустить по часам автобус, чтобы добраться до инвалидов, я знаю по себе, до рынка или до центра. Надо вызывать такси. Некоторые такси просто дорого. И вот такие маршруты были бы очень актуальны. Жалоб на общественный транспорт, в общем-то, хватает и без этого. Уральцев не устраивает переполненность автобусов, график маршрутов и стоимость проезда. С учетом всего перечисленного, можно было бы и подешевле. Есть маленькие автобусы. Там негде не стоять, не сидеть. Ехать совсем неудобно. Хотелось бы, чтобы все автобусы были большими. Депутаты обратили внимание на все проблемы. В первую очередь решено помочь инвалидам оборудовать автобусы и остановки. А затем уже позаботиться и о всех горожанах. Ведь 80% населения передвигается именно на автобусах. Мы предлагаем, чтобы были установлены на автобусах ДПРС, чтобы сохранялся скоростной режим, чтобы был регламент. То есть он ездил по регламенту без опозданий. И вот над этими вопросами сейчас депутаты мы поднимаем, и эти вопросы будут у нас на контроле. Многие остановки есть даже без названия. У нас где-то 60 остановок даже есть без названия. И есть остановки, которые не соответствуют требованиям. Поэтому по этим остановкам мы будем собирать дополнительное совещание. И здесь будем разрабатывать. То есть где нет названия, мы должны давать название. Кстати, до конца текущего года в некоторых маршрутах планируют установить GPS-навигацию. Благодаря этому каждый житель города путем интернета сможет получить информацию о времени прибытия автобуса на остановку. Ирина Грибовская, Нурлан Кунашев и Рустам Джумашев, ТДК-42.